Мы сегодня начнем без прелюдий, как, наверное, на митинге с Навальным. Я Александр Жарков, Пётр Рукин. Это программа «Круглый стол». И Макс Курников, шеф-редактор радиосанции «Эхо Москвы» в Оренбурге. Правильно сказал? Здравствуйте. Что-то наш должен, не сказал, непонятно. Максим, сразу с вашего опроса начнем на «Эхо Москвы». Является ли митинг с Навальным событием года? Правильно я сформулировал? Мы так, да, формулировали вопрос. Считают ли слушатели политическим событием года митинг Навального в Оренбурге? Ну, в Оренбурге, естественно, политическим событием. Большинство, 70%, если не ошибаюсь, ответили, что… Около 70%, да. На твой взгляд, насколько объективны ответы? Все-таки аудитория у вас такая, ну, специфичная. Во-первых, любой ответ, конечно, не объективен. Это именно субъективное мнение людей, которые… Единственное, что смогли мы посчитать, сколько людей считает, скорее так, сколько скорее так. Но, откровенно говоря, давайте попробуем назвать какое-то другое политическое событие, которое у нас затмило бы. Понятно, что здесь работают какие вещи? Во-первых, это было событие недавнем. И понятно, что оно затмевает. Давайте отметим, что не было никаких серьезных выборов. Были только довыборы. И поэтому, естественно, что политических событий было немного. Был бы, если бы какой-нибудь, я не знаю, какая-нибудь громкая отставка, например, или что-нибудь в этом духе, понятно, что это могло затметь этот митинг. Но пока, наверное, я тут скорее соглашусь с аудиторией. Это как минимум точно одно из самых ярких событий. У нас не особо богато это было на политические события вообще годы, скажем так. Мы просто тоже писали опросы перед митингом на прошлой неделе. Я его сейчас тоже не считаю прям объективным. Мы опросили человек 10, наверное. Это было на улице Советской, где недалеко полиция, дом советов и так далее. И вот из 10 человек, наверное, один только сказал, что пойдет на этот митинг. Пойти на митинг и считать его важным политическим событием – это не всегда одно и то же. Можно не быть сторонником Навального, я, например, не сторонник Навального. Но при этом я понимаю, что то, что сейчас происходит в регионах, вот эти все поездки, эти митинги – это важное политическое событие. Вот общее впечатление. Вот у нас Петр был на митинге от, наверное, актуально будет сказать, от звонка до звонка. Ты, я так понимаю, да, Макс тоже был полностью на всем митинге от начала до завершения. Даже до начала. Я вот небольшой кусочек там захватил, если честно. Вот впечатления какие? У тебя, Петр, ну ты работал там, да, с камерой стоял. Ну я работал, какие впечатления? Ну, приехал Навальный, был очень позитивно настроен, счастлив был, мне кажется, что он приехал, ходил, гулял, делал селфи. Все время с одинаковым выражением лица, какие-то вот такие вот. Ну я не знаю, это фишка такая у него, такая, навальновское выражение лица. Ну ничего, вышел на сцену, но говорил он какие-то странные, на мой личный взгляд, вещи, например. То есть там нет, что-то он говорил такое, с чем я соглашался, а что-то он говорил, например, отменим призыв в армию. Ну, чтобы служить кто будет, что же не будет служить, что же, чтобы страну защитить. Контрактники одни, я думаю, контрактниками одними не обойдешься, тем более это выйдет гораздо дороже. Роскомнадзор обещал закрыть, а кто будет следить за... За нами. За нами-то понятно, кто будет следить. За нами как бы кто следил, тот и будет следить. Так Роскомнадзор сейчас за СМИ. За нами не только Роскомнадзор следит, поэтому да. А кто будет там убирать там всяких маньяков, я не знаю, которые в интернете объявляются, будет их там вычислять, или закрывать сайт из детской порнографии. Ну то есть такие вещи, которые я прям вслушивался, и как бы... А когда он сказал, что у нас богатый нефтью край, и почему я не вижу людей в норковых шубах с леопардовыми воротниками и с сигарами, ну у нас богатый нефтью край, просто он хотел увидеть таких людей, он не туда смотрел, просто. Не на ту площадь приехал, приехал бы на другую, скажем так, тут недалеко от нас. Там есть люди в леопардовых воротниках с сигарами, там в золотых очках, ну не будем продолжать. Какие у меня впечатления? Первое. Я могу сказать, что было довольно много людей. Ни в коем случае не буду угадать, сколько, потому что эта война, цифра, она, наверное, не имеет никакого значения. Мы просто можем понимать, что на подобных мероприятиях так много людей не собиралось у нас довольно давно. Я имею в виду добровольно, да, ни под каким... Если мы, конечно, не берем, ну, например, «Бессмертный полк», но «Бессмертный полк» не политическое мероприятие, насколько я понимаю. Поэтому не нужно приписывать его кому-то какой-то политической силе. А если говорить о политическом митинге, наверное, действительно один из самых массовых за все время, пока я работаю, по крайней мере, там, шеф-редактором их Москвы. А вторая вещь, которую я отметил, которая меня буквально поразила, это наличие какого-то гигантского количества школьников и студентов. Да, вот школьник очень много было. Потому что я помню очень хорошо митинги двух, трех, пятилетней давности, когда в основном были люди в возрасте, там, люди среднего возраста и пожилые, скажем так, да. И пожилые люди там ходили и спрашивали, а где же молодежь, а где же, почему вот молодежи это ничего неинтересно, почему это ничего не нужно. И тут вдруг мы видим, что сначала на митинге вот эти 26 марта и 12 июня пришло столько же молодежи, сколько, наверное, и взрослых людей. А когда уже приехал непосредственно сам Навальный, пришло молодежи просто какое-то космическое количество, наверное, процентов 70. Ну да, да, взрослых было очень мало. Но ведь и получается, что отмена армии, да, упразднение Роскомнадзора, это то, что хочет услышать молодежь. Это написать что-то ВКонтакте такое, да, не совсем, там, может, режущий слух, да, и в армию кому охота из молодых парней там идти. Ну, есть, конечно, но тем не менее. Да, понятно. Ну, вот это меня поразило. Что еще, на что еще я обратил внимание, наверное, это то, как люди, многие, так и не зашли вовнутрь. Я вот, я не знаю, как работает эта психология людей, но многие люди остались за ограждением. Да, да, да. Мне кажется, несколько сотен, наверное, человек. Да, да, да. Около сотни человек, как минимум, остались за ограждением и не зашли вовнутрь, хотя им явно было интересно. Может быть, обзор оттуда лучше был, а может быть, они не хотели попадать под камеры какие-то, потому что там на входе стояли камеры, да, и каждого входящего снимали. Ну, то есть, для меня это до конца необъяснимая вещь, но это тоже, что меня удивило. Я не заходил туда за периметр, только потому, вот я подумал, сейчас буду обратно уходить, до конца я не планировал быть, да, и вот напротив, против встречного потока людей будет проблематично выбираться. Ну, и, собственно, а какая разница здесь, я стою или там информация доходит, она ничем, ничуть не хуже, чем если бы я там находился, правильно? Ну, я не знаю, чем-то связано, да, я думаю, может быть, может, это явку не хотел обеспечивать, а может просто, ну, может, мимо кто-то шел, остался послушать, там, посмотреть на Навального. Ну, да, народу было много, потому что я ходил, ходил вокруг как раз и проходил там очень много, там, можно сказать, почти весь парк был забит людьми, но вот именно на периметре было, ну, я не знаю, сколько, я тоже не буду говорить сумму, потому что, ну, цифру, потому что... Это точно больше, чем несколько сотен, да, я думаю, что это точно около тысячи, или там больше тысячи. Да, ну, я тоже где-то в районе тысячи называл, потому что меня спрашивали организаторы, как думаешь, сколько человек, я думаю, ну, где-то тысячи, потому что цифры были сейчас от, по-моему, 600 до 1800, значит. До двух с половиной некоторые. До двух с половиной, да, это уже уже сам штаб Навального. Кстати, вот насчет камер, да, где вот эти рамки и так далее, я не буду говорить название вуза, но вот студент, действующий, скажем так, этого вуза, мне, значит, сказал, что настоятельно рекомендовали не посещать мероприятия, связанные с именем Навального, потому что в дальнейшем могут быть проблемы с учебой. Ну, давайте скажем, что в городе было организовано огромное количество мероприятий для того, чтобы отличь людей, в первую очередь, молодежь, от митинга Навального, и мне кажется, что это стратегическая ошибка очень серьезная. Почему? Потому что у нас было накануне там, да, мероприятие, и мы беседовали там с людьми из разных сфер, и они говорят, вот, завтра нас заставляют гнать туда, нас завтра заставляют организовывать такое мероприятие, нас завтра заставляют участвовать в таком-то мероприятии. И это говорит о том, что, ну, то есть, они говорят, а что, правда, Навальный приедет? То есть, люди, которые не интересуются никаким Навальным, их гонят куда-то там и объясняют им, вот, прям, вот, черным по-белому, им говорят, так, Навальный приезжает, надо что-нибудь организовать. И получается, что люди, которые, в общем-то, вне политики, люди, которые, в общем-то, доплевали на Навального, да, они вдруг против своей воли оказываются вовлечены в эту игру. Запретный плод сладок. А это же работает. Во-первых, запретный плод сладок. Во-вторых, они понимают, что они должны заниматься какой-то бесполезной, ерундовой, как сейчас модно говорить, фейковой работой, да? То есть, это фейковая абсолютно вещь. То есть, ты не хочешь играть ни за какую команду, но вдруг одна из команд тебя заставляет за них играть, еще и заставляет жульничать. И это не может не сработать, к сожалению, в минус. Более того, на этом мероприятии, как мы уже сказали, было очень много школьников, и мы видели, как ходили учительницы, вылавливали учеников. И объясняли им, так, пошли отсюда, потому что тебе, значит, еще учиться. Сейчас я тогда в полицию скажу, что ты здесь. Ну-ка, быстро давай отсюда. И я тут даже не осуждаю этих учительниц, да, потому что им, наверное, там поступила такая команда, они там делают. Но представьте, что кто-то дал команду учительницам идти на митинг и отвавливать учеников. Они же таким образом явку повысили на митинг, причем, ну, знаете, молодых женских интеллигентных лиц. Ну, да. Я представляю, как это все выглядело, вызывает директор школы, наверное, учителя, и говорит, у нас прошла информация, что ученик там из 10-го Б, его товарищ из 11-го А, собирается посетить митинг. Нужно это как-то зарегистрировать там, грубо говоря, да, что вот наши ученики и уберечь от этого. Вот так получается, что это выглядело. Не знаю, мне трудно себе представить такую сцену. Но сам работал в школе, и мне вот за систему образования в этом смысле обидно, что она становится здесь какой-то, ну, разменной монетой. Ну, это вообще как-то все как-то, да. То есть, получается, если власть, ну, назовем, не власть, не будем так говорить, да. Если кто-то заставляет учителей тех же самых ходить и забирать учеников с митинга, они показывают, что они что, боятся, получается? Вот это меня тоже больше всего удивляет. Таким образом, как раз власть тут, я не буду искать других слов, показывает, что она как будто бы боится, что она предпринимает какие-то усилия, там, не согласовывая площадки, выставляя, якобы там митинги какие-то проходят. Но мы же потом тоже, мы живем в 21-м веке. И эти митинги, которые проходили параллельно, митинги в кавычках, были сняты на камеру. Там стояло пять плакатов. Об этой фотографии давайте мы поговорим сразу после рекламы. Хорошо. Вот такая фотография. Мы продолжаем, это «Круглый стол». Я Александр Жарков, Петр Рукин и наш гость Максим Курников, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге. Мы продолжаем, и вот начали говорить о фотографии, о видео, да, о наглядном примере того, что власть попыталась отвлечь людей, но не все, и не на все мероприятия люди отвлеклись. Да, получилось очень символично, потому что на мероприятии, под которые как раз хотели занять, например, площадь напротив дворца спорта Оренбуржья, или как он там, спортивно-концертный комплекс Оренбуржья, возле памятника Дагарина, возле национальной деревни, хотели там это все организовать, но им сказали, там занято, якобы, Единой России, вот вам, пожалуйста, степно. И потом, естественно, сотрудники этого штаба, кстати говоря, не в первый раз поехали и сняли, что на самом деле на том месте происходит. То есть, в принципе, администрация уже была в такой ситуации и понимала, что они могут поехать, снять, и это будет выглядеть позорно. Но они не удосужились там ничего организовать. Они поставили там пять плакатов, поставили там одну девочку или двух девочек, значит, в этих жилетах Единой России, и ничего, и включили музыку, какая Единая Россия прекрасная. И это, на самом деле, символ как раз того, что, к сожалению, например, региональной власти нечего предложить взамен. Нет никакой повестки взамен, нет никакого мероприятия, которые... Они ничего не могут предложить взамен, и, к сожалению, это характеризует соотношение сил сейчас, да? Вот она региональная власть, вот они сторонники Навального. Ну, то есть, власть сама спровоцировала появление такой карикатуры. Абсолютно. На самих себя. Такая же подобная ситуация была в Ворске, когда там была организована акция, да, в поддержку выпал, да, денежных компенсаций. И запретили встречаться около местного, значит... ДК? Возле ДК, да. Или администрации, да. Что-то такое. И там четыре бабушки стоят, танцуют, или пять бабушек на сцене, и камера снимает, и поворачивает, и пустая площадь. Абсолютно пустая площадь, но бабушки танцуют. То есть мероприятие у нас было, извините, как бабушки танцевали, песни пели, все. Максим, а как ты считаешь, если бы Навальный до последнего, да, было непонятно, приедет он, не приедет, митинг бы в любом случае состоялся, да, как говорила Наталья Трубачева, но вот настрой у пришедших был такой же, как сейчас, или все-таки как-то, может быть, более агрессивно, а хоть нашего лидера арестовали, не дают с людьми общаться? Во-первых, я не знаю, пришли бы ли тогда люди. Мне кажется, что очень трудно сегодня что-то пытаться угадать, а как было бы. В принципе, даже прогнозировать с Навальным трудно. Вот завтра, накануне даже, там спрашивали меня, сколько придет, как ты думаешь, человек на митинг. Мне очень трудно угадывать, потому что мне кажется, что ситуация со сторонниками Навального развивается гораздо быстрее, и по каким-то новым медийным законам, которые нам с вами уже трудно понять. Потому что мы с вами не такие пользователи вот этих вот приборчиков, да, под названием там смартфон, айфон, там как угодно, чем те люди, которые родились, когда они уже были. И нам, вот я, например, не понимаю, как вдруг такое количество людей вдруг узнает, что Навальный все-таки приедет, и вот он пришел. И самое главное, что тем, кто противостоит Навальному, они тоже пока плохо понимают, как работают эти механизмы. Мне так кажется. Да, да, думаю, поэтому у них так много ошибок бывает. Может быть, может быть. Но фишка в том, что прогнозировать, вот я вообще все, что связано с Навальным, не берусь. Ну, то есть, вот эти вести где-то там в интернете, в сети, да? В соцсетях, да. Я был уверен, что ты один из первых узнал, что он приедет. Я, честно говоря, узнал об этом действительно еще накануне вечером, когда еще даже в штабе Навального думали, что он не приедет. Вот. Но так получилось, что просто мои коллеги московские были в это время здесь, и они знакомы с Навальным довольно давно, там, да, и иногда общаются, и поэтому они говорят, слушай, ну, мы тут в Оренбурге, ради шутки написали, а ты там не приедешь. И вдруг он ответил ему, а вот все-таки, оказывается, приеду, у меня только что отпустили. Ну, что-то в этом духе. И так я узнал, что да, действительно, он приедет. А вот, смотрите, еще такой вопрос. Сразу, наверное, после митинга, во время митинга возникал, да? Вот все мои люди в СМИ, да, знаем, что это такое. Вот почему, допустим, те газеты, телевидение, которые не освещают это мероприятие, объективно, допустим, да, приехал, они же могут, по идее, это мероприятие использовать, вообще против, приехать, показать, вот тут 50 человек. Почему этим нельзя воспользоваться? Ведь, ну, согласитесь, это тоже было бы интересно. Ну, или показать, да, опять-таки те же самых школьников, несовершеннолетних. Здесь и подход можно какой-то найти, чтобы все это вот просто вот разобрать там по полочкам, да, что все плохо, не ходите в следующий раз. Я могу про это большую телегу прогнать, на самом деле, потому что это очень важная вещь. Дело в том, что, как мы уже сказали, те, кто противостоят Навальному, а мы понимаем, что, к сожалению, у нас Навальному противостоят не какие-то политические силы. Вот я, например, тех, кто не любит Навального, уважаю ровно так же, как тех, кто там Навального любит, да? И я тоже считаю, что они очень часто говорят очень мудрые мысли и критикуют Навального по делу и правильно делают. И те, кто критикуют Путина, точно так же, да, их тоже нужно уважать и точно так же нужно давать им там место для высказывания. Когда средства массовой информации, которые с участием государства или просто там добровольно легшие под государство, давайте так это сформулируем, начинают играть не за государство, не за страну, а за конкретную политическую силу в лице Путина, например, да? То, конечно, искажается все. И самое главное, они теряют доверие аудитории. И это как раз мы видим. Как бы нам не рассказывали, например, на ГТРК, как мы хорошо живем, вдруг приходит огромное количество молодежи, которые ГТРК не смотрят. Потому что ГТРК потерял этого зрителя, да? Несмотря на то, что там есть какие-нибудь сайты, есть какие-то соцсети. Все! Они потеряны. И тут возникает, на самом деле, обратная штука. Люди, которые недовольны нынешней властью, они разрабатывают свои системы общения с людьми. Даже не через те средства массовой информации, которые стараются работать профессионально, как Орин ТВ, например, или как Эхо Москвы. Они понимают, что им нужно разрабатывать какие-то свои прямые каналы связи. И получается ситуация, когда мы этим политическим силам не нужны. И, честно говоря, вы, как телеканал, например, могли бы взять у него интервью, показать это интервью десяткам тысяч своих зрителей. А они говорят, а вы знаете, у нас нет времени для интервью, мы будем селфи делать. И стратегически, в смысле политики, в смысле агитации, в смысле своей пропаганды, Навальновской, они правы, потому что получается, что вот это сейчас работает больше, чем наши материалы, чем телевидение, чем газеты, чем все что угодно. И это огромный слом, который мы с вами видим своими глазами. Это какая-то новая техническая революция, новая информационная революция. Работает больше, но ориентировано это скорее на молодежь больше. Для людей, которые там... 70% которые пришли на его митинг, это и была там молодежь, которые вот селфи, вот то, где мы писали интервью, ходили вокруг. И мы показывали их вчера в нашем эфире, но не все они вошли. И мы писали молодежь, которая там 18 лет, и почему вы пришли на митинг? Я недоволен действующей властью. А что вам не нравится в действующей власти? Ну, при ней невозможно жить. А что вы понимаете, невозможно жить? Ну, и... Ну, вот, вот. Я смотрел в интернете, никто не борется с коррупцией. Вот, например, как один из вариантов ответов. То есть, я считаю, что... Ну, мое личное мнение, опять же, штаб Навальный, он делает ошибку такую. То понять, что он не работает со СМИ, например. Потому что... То же самое, как Лориан ТВ или Эхо Москвы, да, возьмем. Их слушает в основном... Ну, как, ну, и в основном... В большей части взрослые. В большей части взрослые. 30, 40, 50 лет. Те люди, которые уже пожили, уже знают, уже видели, как бы, эту жизнь. А вот, да простят меня молодежь, если она увидит этот эфир, да? Да, она все равно не смотрит. Все равно не смотрит, но все равно. Все равно да простит меня молодежь. Вот 18-летний, я помню себя 18-летним, и помню себя сейчас, и остановлю себя сейчас. И я тогда был очень-очень-очень глуп. В 40 лет, я думаю, буду думать, что я в своем возрасте, я очень глуп. Поэтому, как бы... Сейчас Макс говорил о наших коллегах, да, тоже телевизионщиках. Я тут, наверное, все-таки вспомнил случай сейчас мой об этом. Я бы, наверное, не конкретизировал, а вот в общем бы сказал. Потому что реакция на традиционное телевидение вообще такая есть, она негативная. Вспомним, мы были на митинге в июне, в марте тоже, да, и от нас как от огня шарахались. Хотя мы вроде, ребята, мы тут как бы объективно приехали снимать, никто никого топить не собирается, да? Но реакция была именно на телевидение. Это на самом деле кризис доверия к средствам массовой информации вообще. Он происходит не только в России, он происходит во всем мире. И вы видите, как мы, да, с Навального перешли на какие-то совершенно глобальные темы. И, наверное, с этим нам придется как-то быть, как-то мириться или как-то пытаться с этим работать. Но давайте просто зафиксируем тот момент, что то, что местные средства массовой информации, которые аффилированы с государством так или иначе, не рассказали об этом, для аудитории Навального не имеет никакого значения. Но для зрителей есть определенное подтверждение того, что... Да, абсолютно точно. Но зритель скажет, ага, был огромный митинг, я был на нем, или там, мои дети на нем были, а о нем ничего не сказали на телевидении. Это еще одна монетка в эту, знаешь, копилку того, что... Ну, понятно, они все врут. А это означает, да, все верно. И мы попадаем все, можно сказать, по эту гребенку тоже. Абсолютно, да. Потому что Навальный со сцены был этот момент, когда он сказал, что... Что все СМИ в России ужасные. Что все СМИ в России ужасные, все СМИ в России врут. Абсолютно. Было немножко обидно стоять, снимать это и слушать, когда он мне в лицо говорил, что все СМИ в России врут. Я бы сказал Татьяне Ленковой нашему... Давайте, коллеги, у нас время заканчивается. Давайте, чтобы... Может быть, уйдем, может быть, мы врем-то, не будем снимать его. Пожелаем друг другу, чтобы мы, наши СМИ, были для всех хорошие. И для тех, и для других, чтобы все нас смотрели, слушали. В этом тоже объективность. Это был «Купый стол». Петр Рукин, Александр Жарков, Максим Курников, шеф, редактор «Эх, Москва» в Оренбурге. До свидания. До свидания. Продолжение следует...